Итак, дорогие друзья, собираемся, все собираемся на урок Торы, все, будем сейчас мудрость царя Соломона продолжать ее изучать, получать награду вообще нереальную, годы жизни, богатство, почет, в общем, все, все, что надо человеку, все есть в Торе. Давайте собираемся, кто первый у нас успеет на урок, тот молодец, кто первый, там, о, уже три человека сразу, непонятно, кто первый, Виктор Комиссаруко, Моши Хайм, по-еврести, если, так, пошли, эти самые, Шатани, наверное, Яков, тоже есть, все, начинаем. Итак, начинаем мы, шалом, шалом всем, начинаем мы с четвертого у нас глава, мы продолжаем изучать четвертую главу, и сегодня восьмой отрывок, и приближаемся мы еще к Песах, сегодня, может быть, чуть-чуть поговорим про Песах, о, папа Давида Веленника, бывшего поделка, Алекс Поделка, все, начинаем, начинаем, восьмой отрывок. Сал-сэ-ле-а, вэтро-мэ-мэ-ха, тиха-бэ-тхо, ти-тихап-кэна. Значит, продолжает царь Солмоном объяснять важность Торы, важность Торы, и что, что происходит, если начинаешь ее изучать, применять, ей жить, то происходят разные вещи. То есть, если ты ее поднимаешь, то она поднимает тебя, то есть, тут все понятно. Если ты ее почитаешь, то она тогда тебя тоже приносит тебе почет. То есть, здесь нам еще раз царь Солмо, он нам показывает очень простую, понятную схему, которая прослеживается везде абсолютно, и большинство людей почему-то не хотят на нее обращать внимания. Эта схема такая, что та мера, которую человек меряет, меряют ему. То есть, тот, каждый человек он сам производит, он внутри создает тот мир, в котором он живет, включаясь с законами этого мира, со сложностями этого мира, со всеми делами этого мира. И Тора, в принципе, Тора, это же, как говорится, что Бог, он когда, Тора, она была и чертеж мира, и инструмент, которым Бог создавал мир. Значит, отношением к Торе, это, как бы, определяется отношение к миру. То есть, а в каком мире я живу? Человек не знает, в каком мире он живет. Человек, кроме того, что вот рядом, перед ним, вот сейчас, прямо перед ним, то, что он может пощупать и увидеть, он, кроме этого, ничего не видит. У него нет никакого понятия, даже приблизительного, что там дальше. У него есть только то, что он представляет о том, что там дальше. Какой мир, какие в нем правила, какие в нем живут люди, где он заканчивается, кто его создал, по каким принципам оно все существует. То есть, человек живет полностью в своей виртуальной модели мира, в которой реальность, это только то, что он может потрогать, пощупать и прочувствовать сейчас. Вот его ощущения, это реальность. Все остальное, это виртуальная реальность. Теперь и отношением к этой виртуальной реальности ты создаешь у себя внутри тот мир, в котором ты потом, не потом, а постоянно находишься. Поэтому лучше, конечно, мир этот, ну а Тора это источник этого мира, и Бог это источник этого мира, а люди это божественное проявление. Если ты все это наделяешь божественным смыслом, святостью, добротой, позитивом, огромными возможностями, то ты себе строишь тот мир, в котором живешь. То есть, каждый живет в том кино, которое себя строит. И поэтому царь Соломон говорит, что нужно Тору поднимать. То есть, если ты говоришь, вау, у меня такой инструмент есть в руках, вообще, постижение мира, понимание мира, улучшение мира, Тора, и ты ее прямо почитаешь, потому что это интеллект Бога, это от Бога идет. То в этот момент ты создаешь себе внутри вот этот вот мир, и он начинает внутри работать, работать, работать. Дальше. Девятый отрывок. Титен лерушеха левятхен, что Тора даст на голову твою, левятхен, левятхен это какое-то украшение очень красивое, атереттиферет тимагнеха. И она, мало этого, она тебе даст еще корону великолепную, значит, диадему, как говорится на английском, crown you vis a glorious diadema. Она тебя прямо коронует, тебя такой вот великолепной короны. Потому что, чем люди делятся друг с другом? Они друг с другом встречаются и делятся какими-то своими мыслями, словами. Значит, если человек, вот вы встречаете человека, и он с вами делится новостями, вот, ты знаешь, гречка-то опять подорожала, гречка подорожала, и, значит, и ямы на дорогах. Вот такие у меня новости, да. Ты думаешь, блин, вообще, что за человек этот? У тебя он ассоциируется, гречка подорожала, и ямы на дорогах. Другого ты встречаешь, он говорит, ты знаешь, говорит, божественный свет, он накрывает сейчас мироздание, и со следующей волной божественного света придет уже полное исправление мира, и вообще всем будет хорошо. И так тебя, говорит, накроют этим божественным светом, что ты просто начнешь, уже вот чуть-чуть осталось, и ты начнешь сиять там, ну, и вообще у тебя будет вечное наслаждение в свете Всевышнего. Ты думаешь, вот-вот человек, да, в интересном мире живет, да, а вдруг правда, а вдруг, ну, вдруг, никто же не знает, как будет, а вдруг действительно правда. И ты как бы от одного ты отошел с гречкой и с ямой, а от другого ты отошел с божественным светом и приходом Ашиаха уже в скором времени в наши дни, с надеждой. И у тебя по-разному они ассоциируются в голове, поэтому мысли Торы, мысли Торы, вот это вот размышление, изучение о божественном свете, о вечном наслаждении. У тебя сегодня с утра помолился, у тебя сейчас еду с молитвой, да, еще во время молитвы я успеваю там в тех местах, когда есть чуть-чуть свободного времени, что-то поучить Тору. Я как раз нашел там статья на сайте Тоно Тру, отрывок из Рамхаля, книга Дера Хашем, Путь Бога, вообще о смысле жизни человека. Он говорит, смысл жизни человека это наслаждаться сиянием светом Всевышнего. И в этом смысл, ради этого все создано. И он так про это наслаждение так написал, что взял прям послал эту статью, и брату своему послал, и жене послал, пусть знает, и другу своему в Америке, который живет, послал Давиду Черсину, чтобы Давид Черсин тоже помнил, что жизнь это смысл жизни, наслаждаться светом Всевышнего. И это наслаждение будет, этот мир он не создан для наслаждения, он создан там. То есть если тебя здесь чуть-чуть накрывает этим наслаждением, так тебе повезло. Но в принципе ты здесь создаешь себе наслаждение на там. И когда у тебя с утра прям вот такие мысли в голове, все это о том, что то, о чем сказал царь Соломон в девятом отрывке четвертой главы, что Тора даст тебе на голову Левьят Хэн, украшение приятное, и она коронует тебя великолепной короной, потому что вот эти вот мысли, они как корона такая на человеке. Дальше, десятый отрывок. Шмабни, слушай, сынок, веках амарай. Он говорит, услышь меня и возьми мои слова. Бывает, что человек услышал, но не взял. А бывает, что он услышал и взял. Вот у нас было, что кне хахма, приобрети хахму, то есть сделай ее своей. Что значит взял? Интересно, что в Торе взял это отдал. Это такая интересная штука, что когда в любом другом деле, если ты взял это взял, отдал это отдал, правильно? В Торе ты можешь запомнить что-то, только если ты отдал это, если ты это пересказал, если ты рассказал. То есть в этом случае ты взял, иначе ты не взял, иначе оно вошло. И значит, услышь, сын, он говорит, десятый отрывок. И возьми мои слова. И увеличатся у тебя годы жизни. Что имеется в виду? Потому что жизнь-то настоящая, это только духовная жизнь. И когда ты берешь слова Торы, и их внутри слышишь, ну то есть их ты инсталируешь в себя, то ты в этот момент увеличиваешь себе годы жизни. То есть человек в тот мир заходит, у него есть только Тора и заповеди, которые он сумел здесь собрать. То есть человек здесь все время накапливает какие-то деньги. Вот он накапливает, накапливает, накапливает. Чем интересно тоже, вот один у меня есть знакомый. Он, вот у него с деньгами не складывается, ну никак. И вот он зарабатывает, зарабатывает, тяжело зарабатывать, все. Потом вах, теряет. Опять зарабатывает, опять теряет. Вот у него, ну вот, не складывается у него с деньгами вообще. То есть у него есть какое-то такое мировоззрение, которое, ну, как-то у него, ну вот у него все время нет денег, всю жизнь не хватает, не хватает, не хватает, все. Значит, и в другой возьмем случай. Люди там зарабатывают, есть другие люди, знакомые у меня тоже. Они зарабатывают, зарабатывают, зарабатывают. У них есть, есть, есть деньги. Но в любом случае, что он, что они, они придут к моменту, когда надо будет умирать, когда ничего этого с собой не возьмешь. Ничего с собой не возьмешь. Все останется здесь непонятно кому. Царь Соломон даже, мудрейший из людей. Он всю жизнь работал, всю жизнь работал, зарабатывал, пахал все. Потом оставил, построил первый храм. Огромный такой, весь мир приезжал смотреть. Построил дворцы. И, значит, передал это все сыну. Сын его Рыхавам, значит, становится царем. К нему приезжают мудрецы и говорят, слушай, ты же не папа. Давай налоги снижай, давай чуть попустись. То есть, ну, царь Соломон, он, действительно, у него была там всю жизнь идея, чтобы пришел на шеях. Он сын царя Давида. Он там тысячу жен только мог, как сказать, держать в упряжке. Да, 700 жен и 300 наложниц. То есть, он был человек уникальной силы, ума и тела. А ты все-то, Терехавам, ну, как бы, ты не прошел этот путь. А он говорит, я вам сейчас докажу, что у меня сил побольше, чем у папы. Они говорят, ну, давай тогда будем воевать. Вот, он такой, дык, и все. И они отделились, 10 колен отделилось в отдельное царство. Получается, все, что царь Соломон строил, его сын тут же потерял. Прямо сразу после его смерти государство распалось. Он не сумел с этим справиться на первом же испытании. Хотя ему надо было в этом случае, хотя никто не знает. Если бы он им сказал, ладно, снижаем налоги, все, они все равно могли уйти. Непонятно. Но, во всяком случае, он не был, как царь Соломон. Так вот, значит, одиннадцатый отрывок говорит нам царь Соломон следующий совет. Значит, я на английском красивый перевод такой. I instruct you in the way of wisdom. Я говорю, я тебя проинструктирую на пути к мудрости. То есть, я буду тебе давать инструкцию. Я это имею в виду, вот тут непонятно, он говорит от своего имени, или же он говорит от имени все-таки Торы. Хотя, с другой стороны, царь Соломон, это и есть директор, потому что он нам, то, что он нам говорит, это и есть Тора. То есть, Мишли, это письменная Тора. То, что мы сейчас изучаем, это конкретно Танах Тора, Пророки Писания. Это относится к Писаниям Мишли. И, значит, это письменная Тора. То есть, поэтому, когда говорится, я проведу тебя, проинструктирую по пути мудрости, это Бог говорит через Шлома Меллаха, через царя Соломона. Значит, еще раз, у человека есть постоянно выбор, как правильно поступить. Постоянно, в любой ситуации у него есть выбор, или так, или так. Возможности выбора колоссальные, но этот выбор, он, в принципе, он, как сказать, фиктивный выбор. Потому что человек, по факту, он не выбирает, а у него происходит переключение между уже запрограммированными, прошитыми в него реакциями. Одна или другая, но что та, что другая, все равно это уже прошивка его. Я читал, что это Раф такой есть, Раф Пинкус. Он говорит, что у человека есть единственный выбор, настоящий выбор. Или ты идешь по пути Торы, или ты не идешь по пути Торы. Если ты идешь по пути Торы, то есть, если для тебя служить Богу это главное, тогда ты переключаешь канал, то есть, я буду принимать решение по системе, которая называется Тора, служение Богу, где главная цель служения Богу, где главная награда это в грядущем мире, в духовном мире. И, значит, вот это мой выбор. Это одна возможность. Вторая возможность, или я буду что-то выдумывать, как-то там пытаться выкруживать, что-то там. Но смысл всего остального, это идолопоклонство. Вот он интересно говорит, есть только два варианта. Или ты служишь Богу, или идолопоклонство. А как же человек, который, он не идолопоклонник, он просто неверующий, тоже идолопоклонник. Почему? Потому что написано в Торе, не поклоняйся Богу другому. А кто такой Бог другой? Самый главный Бог другой, которому человек поклоняется, это его они. Они это его я, его ецерара, его вот это вот эго, которое он противопоставляет Торе. То есть, или говорится, я принимаю Тору, я буду действовать по Торе. Или я буду сам выдумывать, как мне действовать. И вот это я, это и есть другой Бог. Потому что, ну, вообще, что такое это я? Человек выдумывает себе, выкруживает, как ему получить побольше удовольствия. То есть, принцип такой, если ты идешь по Торе, тогда ты служишь Богу, и ты веришь, что Бог с тобой рассчитается. Если ты не служишь Богу, тогда ты гонишься за удовольствием. То есть, тогда у тебя есть единственный принцип принятия решений. Получить больше удовольствия и по максимуму избежать страданий. То есть, ты тогда ориентируешься только на свое животное мировосприятие. Или мне будет кайф, или не будет кайф. И ты пытаешься понять, где же мне будет больше кайфа, а где будет меньше боли. И вот человек, вот он в каких-то живет вот этих постоянных поисках. Интересно, что вернуться к Богу называется лягзор битшува. Вернуться к... вернуться-вернуться, да? То есть, ты вернулся к исходной точке. Какая исходная точка? Мне нравится, есть книга такая, Саба Миновардек, он ее написал. Называется «Ступень человека. Мадригата Адам». Он говорит, что цель человека вернуться на ступень Адам решен. Первый человек до греха. Когда все тебе понятно, и есть только у тебя... Вот Бог тебе сказал, это делай, это не делай. Все. То есть, это Адам решен. Это цель, как бы, вернуться в состояние первого человека до греха. Когда ты полностью видишь Бога, чувствуешь Бога, знаешь Бога и действуешь только, как Бог сказал. Значит, так вот. Идет выбор. Или ты в этом состоянии, или ты в состоянии, когда ты, называется, тот, кто был в тшуве. Тот, кто был религиозным. И стал нерелигиозным. Это называется «Ляк Зорли Шейла». Вернуться к вопросу. Тогда ты все время в сомнении. А как мне поступить? А может мне так поступить? А как будет? А может так будет? А может не так будет? И человек все время вот в этих вот сомнениях, сапэках, как поступить. А тут все просто. Открыл Тору и действуешь. И радуешься. Все. Хорошо, друзья. Все. Значит, мы на этом останавливаемся. Мы на этом останавливаемся. Не, 17 минут, значит, еще мы можем один отрывочек пройти. А, да. Идем мы к, значит, 12 отрывок. Мы тогда изучаем еще. Белэхтеха ло и цар цадеха. Когда ты будешь идти, не, в общем, не будет тебе никакого страдания. Никакого тебе не будет страдания. То есть, когда ты будешь идти, не будет страдания тебе по пути. Вы им таруц, лоти кашели. Даже если ты побежишь, ты не споткнешься. То есть, здесь идет какая интересная история. Значит, когда человек идет, он же не знает, что с ним будет. Ну, реально не знает. Вот что бы ты ни делал, конкретно, неизвестно, непонятно. Может быть, на любом шаге. Может быть, какой-то прокол, неприятность. То есть, там, ну, все, что угодно может быть человеком. Теперь, если он идет по Торе, тогда он идет расслабленный. Он говорит, секундочку, я действительно, я не знаю, что со мной будет. Я не знаю. Но я иду по Торе, значит, я знаю, что Бог обо мне позаботится. То есть, у меня есть одна забота. Это каждый свой шаг делать по Торе. И я знаю по-любому, что Бог обо мне позаботится. И он уже идет в состояние расслабленности. То есть, он, в принципе, он может даже никуда и не идти. Ему уже хорошо. То есть, если люди там идут, бегут за безопасностью. То есть, зачем человек всю жизнь работает? Он пашет, чтобы обеспечить себе какой-то уровень жизни. Теперь этот уровень жизни он обеспечить себе не может. Почему он не может обеспечить? Потому что его постоянно принуждают, сама система так работает, чтобы он был недоволен, чтобы он хотел большего. То есть, его все время закручивают в гайку, в какую-то... Он на кредитах, на ипотеках, на зарплатах, которые не хватает до следующего уровня, ему все время говорят, ты возьми в кредит еще, возьми в кредит еще, возьми в кредит еще. И он, казалось бы, он работает, чтобы обеспечить себе безопасность, а он не в безопасности. Потому что он понимает, что если он сейчас перестанет работать, ему капец. Значит, это то, как идут люди, когда они в обычной схеме. В схеме Торы человек такой, он говорит, так у меня все есть, у меня вообще, вообще шикарно, вообще мне так хорошо. Почему? Потому что Тора нам говорит, если я иду по Торе, то я помню впереди, вот написано, «Хлеб ешь, воду пей, на земле спи, жизнью страданий живи, Тору учи». Если ты делаешь так, счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив ты в этом мире, хорошо тебе в мире грядущем. Человек Торы, он говорит, что инструкцию я понял. Значит, это уровень нормы. Норма это не спать на перине, там на какой-то напуховом одеяле. Это все не норма. Это, если оно будет, отлично. За это я благодарен Всевышнему, буду прыгать до потолка за каждую ночь на пуховой перине. Не то, что я отказываюсь, я не отказываюсь. Если мне Бог даст, отлично. Так думает человек Торы. Но он понимает, что норма, и это для него нормально. Это спать на полу, кушать хлеб, пить воду и ни от кого не зависеть. Потому что написано конкретно в Мишле, мы дальше будем учить, Санэ Матанот Ихье. Тот, кто ненавидит подарки, будет жить. То есть человек, он может совершенно спокойно быть счастлив, не имея ничего, кроме того, что на нем сейчас одето. Потому что он сидит и он понимает, вот сейчас я счастлив, а на следующем шаге Бог обо мне позаботится. Даст Бог день, даст Бог пищу. Мне не надо заботиться о завтра, у меня есть хозяин мира, который обо мне позаботится. Это подход человек Торы. То есть, понятное дело, что он чувствует себя в безопасности. А тот, кто сам гоняется за своей безопасностью, он никогда в безопасности не будет. Потому что сам человек, он понимает всю ограниченность своих усилий. Значит, теперь дальше. О, спрашивает Тайтан насчет амбиции. Об этом вторая часть 12-го отрывка. Им тарут слоти кошель. Если ты побежишь, ты не споткнешься. Другой вариант. Человек чувствует амбиции в себе. Он говорит, а я чувствую в себе амбиции, я чувствую, что я могу там прямо рвануть. Отлично, вот в Мишле написано, давай, беди. То есть, ты то же самое, ты понимаешь, что все равно бежишь ты или стоишь ты, все в руках Всевышнего. Ты понимаешь, что рискуешь ты или не рискуешь. Результат зависит от Всевышнего. Если ты хочешь бежать, тебе есть обещание, лоти кошель, ты не споткнешься. Зачем бежать? Ну, хочется тебя бежать, беди. Всевышний дал каждому какой-то функционал. Он дал каждому какую-то внутреннюю особенность, какой-то внутренний талант. Написано, ханех наар альпидарков. А воспитывай подростка по его пути. Значит, у каждого есть свой путь, отсюда следует. И поэтому, если человек родился, там, царь Давид, например, да, он родился, он царь Давид. Он льва разрывал, медведя разрывал. Он галиата там порешил вообще в три секунды. Это его путь. А был, например, другой человек какой-нибудь, который, ну, может, мы про них и не знаем. Было очень много праведников, которые прошли этот мир незаметно. Есть 36 праведников в каждом поколении, в заслугу которых существует мир. Эти праведники, они совершенно спокойно просидели всю жизнь где-нибудь там в Шаргороде, там, или в этом самом, как он называется, есть такое местечко. Да, полно местечко разных, там, не Шаргород, а какое-то другое местечко, да. И вот он сидит там в этом местечке и сидит и отдыхает. И сидит он и молится, медитирует. И он, ну, просто вот такой человек, который ничего плохого в жизни не сделал и никуда никогда не бежал. И он прожил такую жизнь, чистую, светлую жизнь и ушел себе спокойно, прям перешел в следующий уровень. Без всякого вообще. Как говорят праведники, он нравится, это как волос выходит из молока. То есть так, у него душа вышла и пошла туда. То есть ему не за что держаться, и тело его не испортилось. Тело положили в могилу, и тело лежит как новенькое, душа пошла туда дальше. Все. И он ничего не бежал, никуда. То есть это все Тора. Тора это свобода. Написано, что единственная свобода в мире это Тора. Когда ты понимаешь, как работает, и ты привязан только к Богу и к Торе. Все. Все остальное, ты свободен от всего остального, и даже свободен от своих вожделений. Это крутая жизнь. Все, друзья, удачи, успехов. Изучаем Тору. Значит, делимся Торой. Отстегиваемся от всех, которые злодеи, которые люди без Торы. И с Божьей помощью всех будет счастье, благословение, вечно удовольствие в раю и в Ламаба. Все. В грядущем мире. До встречи в грядущем мире. Все. Пока.